Всем позитивного времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Evil Fluff, и сегодня я хотел бы посмотреть вместе с вами на прибыльность фракционных сундуков Форта Стерлинг. Я уже делал похожее видео, где мы смотрели на лот из 50 сундуков Мартлок. Теперь давайте же посмотрим на 50 сундуков Форта Стерлинг, сравним их стоимость в очках и решим, что лучше, покупать и открывать сундуки, или же все-таки покупать сердца и продавать их. Я не буду затрагивать такой аспект, как перевозки, мы сейчас говорим не о них. А также посмотрим на лот с 20 сундуков завоевателя и решим, что выгоднее вкладывать очки и благосклонности в сундуки, или же все-таки тратить их на покупку выкачанной энергии с последующей ее перепродажей или использованием в личных целях. Начнем, пожалуй, с фракционных сундуков. На заднем фоне я открывал различные сундуки для общего понимания, что будет попадаться в наградных сундуках Форта Стерлинг за активности и набор фракционных очков. Специально открывал по одному сундуку, чтобы вы могли сравнить их между собой. Стоимость 50 сундуков в очках фракции 450 тысяч единиц фракции, на которые мы смогли бы купить себе 150 сердец горы, которые принесли бы нам при продаже через заказы на продажу. На данный момент записи видео 6 миллионов 419 тысяч 808 единиц серебра. Минус издержки и налог, и чистыми у нас вышло бы, грубо говоря, 6300. Сами же сундуки я открою 20 штук поштучно, чтобы вы обратили внимание на лут, что там возможно будет выпадать. А затем 30 по-быстрому. Не буду отвлекать вас болтовней. Субтитры сделал DimaTorzok Как ни странно, по сравнению с сундуками города Мартлок, которые просто засыпали меня детенышами, фракционами разумеется. Тут я не получил их, к сожалению. Но давайте теперь все посчитаем. В рюкзаке часть предметов, которая не влезла в сундук. И сундуки нас огорчили, как по мне, 118 сумок серебра по 10 тысяч, что дало нам в сумме 1 миллион 180 тысяч. 14 книг интуиции 6 тира, 68 книг интуиции 7 тира и 23 книги 8 тира. Что в сумме принесут нам 12 миллионов 100 тысяч единиц славы, что не так уж и мало. Самого лута на сумму в 2 миллиона 334 тысячи 347 единиц серебра. Суммарно нам принесли сундуки 3 миллиона 514 тысяч 349 единиц серебра. Плюс слава. Но такой себе утешительный бонус. Не самый лучший вид заработка, как по мне. Теперь давайте же посмотрим на сундуки завоевателя. Стоимость 20 сундуков 110 тысяч очков благосклонности, на которые мы смогли бы купить себе 733 выкачанной энергии и продать ее на аукционе на сумму 7 миллионов 79 тысяч 314 единиц серебра. Теперь посмотрим, чем же нас порадуют сундуки. И как ни странно, но сундуки оказались не такими и плохими, как я думал, по сравнению с фракционными. Субтитры сделал DimaTorzok Или же, возможно, рандом благоволил мне сегодня. Мы получили 6 миллионов 180 тысяч единиц серебра, только мешочками, что довольно неплохо, ведь нам не нужно возиться с рынком. И еще лутом, при продаже которого, если верить рюкзаку, мы получим 1 миллион 268 тысяч 414 единиц серебра. Лишним многим больше, чем продажа выкачанной энергии, но, как по мне, ее выгоднее продавать. Ведь мы не зависим от рандома, как в случае с сундуками. Но решать, стоят они того или нет, только вам, друзья. Я же лишь показал вам вероятный лут и прибыль, что мы можем получить, открывая их в 2024 году. Пишите свои предложения, дополнения и мнения в комментариях. А можем там с вами просто пообщаться. Приятной вам игры и только позитива в процессе. Всех братиков и сестричек по-братски обнял и приподнял. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok